Ого, сколько мармеладных глазок! У вас их много, а мне достался всего один. Это вообще не смешно. Это вообще не смешно. Получай. Хотя, может, глаз и один, но он все равно очень вкусный. Кажется, Мила расстроилась. Думаю, ее развеселит мой пранк. Надеюсь, он не покажется ей слишком жестоким. Но мне кажется, что это невероятно смешно. Мила, смотри, что я натворил. Как же больно. Глаз, его больше нет. Что? Какой ужас! Убери его от меня подальше. Вы что творите? Я задыхаюсь. Мила, из-за тебя Джули пострадала. Она же дышать не может. Какая вкуснотища. Откуда здесь глаз? Какая гадость. После сумасшедшего пранка слопать вкусный мармеладный глаз – это именно то, что мне нужно. Согласна. Я тоже хочу поскорее слопать свои вкусняшки. Смотрите, какие у меня огромные глаза. Алекса, ты чего ждешь? Я сейчас сама твои глаза съем. Еще чего. Я и сам со своей кучей вкусняшек справлюсь. Может, ты и со мной поделишься? Тогда и со мной тоже. Мы же друзья. Девочки, даже не старайтесь. Все равно я никому из вас ничего не дам. Что происходит? Я слишком хорошо вижу. Глазастый Алекс. Почему у всех так много вкусняшек, а у меня всего лишь одна шоколадка Твикс? Надеюсь, она хотя бы вкусная. Эй, я тебе не мусорное ведро, чтобы в меня бросаться. Да что ты ноешь? Ведешь себя, как маленькая девочка. У меня появилась одна идея, как разделить шоколадку на несколько вкусных частей. Мне поможет пила. Надеюсь, ты не заплачешь снова, Алекс. Получай, Твикс. Главное, нас не задень своей пилой. Вы мне не нужны. Эта пила предназначена для шоколадки. Готово. Какая вкуснотища. Самый вкусный Твикс в моей жизни. Пришла и моя очередь есть шоколад. Но сначала нужно избавиться от фантиков. Теперь можно приступать к еде. Вкусно. Даже очень. Но чего-то явно не хватает. А знаете, с чем идеально сочетается шоколад? С молочком. Ай, да почему все летит мне в лицо? Это невероятно вкусное сочетание. Шоколадное молоко Твикс. Настоящий шоколадный рай. Рай! Так не хочется, чтобы шоколад заканчивался. А вы чего смотрите? Алекс, ты бы тоже уже мог начать есть. Я как раз придумал одну классную идею. Просто шоколадки это вкусно, но скучно. Гораздо круче выстроить из них огромную башню. В качестве связующего элемента подойдет нутелла. Ого, Алекс, мы и не знали, что ты можешь забабахать такую башню. Конечно, я и не на такое способен. Надеюсь, эта башня побьет какой-нибудь рекорд. Уж очень мне хочется, чтобы все о ней прознали. Она такая аппетитная. Лучше мы ее просто съедим. Что вы творите? Почему башня трясется? Вы же ее развалите. Алекс, прости нас. Просто шоколадки очень вкусные. Все хорошо, меня спас шлем. Хотя башню жалко. Вау, здесь целая гора чипсов. И вся моя. Да уж, у вас чипсов много, а мне досталась одна очень маленькая чипсинка. Я ее даже рассмотреть нормально не могу. Это можно сделать только с помощью лупы. Образец выглядит аппетитно. Думаю, мне попался очень вкусный экземпляр. Нужно проверить это эмпирическим путем. Вкусно. А еще очень и очень мало. Алекс, твоя очередь. Наконец-то. Я как раз успел проголодаться. Кто так закрывает чипсы? Так их никто даже открыть не сможет. Без дополнительной помощи здесь не обойтись. Вот теперь другое дело. Сейчас я покажу мастер-класс, и вы узнаете, как надо есть чипсы. Хоп. Готово. Вкусно-тища. Да уж. Чипсы в прямом смысле крышесносные. Наконец-то наступила моя очередь есть эту вкусняшку. Эй, аккуратнее. Больно же. Прости, но я ничего не могу с собой поделать. Чипсы слишком вкусные. Да хватит. У меня и так голова болит. А меня спасает шлем. Я почти не чувствую ударов. Но я знаю, как мы можем ее проучить. Достаточно просто разоружить этот замок из чипсов с помощью машинки. Вкусно, но очень тяжело. Только не брокколи. Что за странное семечко мне досталось? На вкус она просто омерзительна. Но, кажется, я знаю, что с ней нужно сделать. Если я посажу зернышко и буду за ним ухаживать, то оно обязательно превратится во что-то вкусненькое. Сажаешь ты, а страдаем мы. Хватит ныть. Я почти закончила. Сколько же мне придется ждать, пока оно вырастет? А чего вы ждете? Вы точно успеете разобраться со своим брокколи? Меня от одного их вида тошнит. Фу, во рту будто кошка уличная прошлась. Воняет ужасно. Это нужно чем-то запить. А ну стоять. Мне как раз нужна вода, чтобы полить семечку. Ребята, что-то происходит. Оно трясется. Надеюсь, это безопасно. Вот это да. Джули вырастила себе брокколи. Да уж, урожай так себе. Теперь тебе придется его есть. Вырастила на свою голову. Ну как, вкусно получилось? Нет, отвратительно. И хватит надо мной смеяться. Мила, теперь твоя очередь. Нет, я не хочу есть целую кучу брокколи. Может, получится от нее избавиться? Смотрите, там Микки Маус. Где? Какие же вы наивные. Теперь нужно успеть избавиться от всего брокколи. А ну стоять. Думаешь, ты самая умная? Да как бы не так. Специально для тебя я поймаю все твои брокколи. Я все съела. А вот то, что ты выкинула. А я думала, мы друзья. Друзья не обманывают друг друга. Так что приятного аппетита. Ну вот, у меня всего один чупа-чупс. Мне это совсем не нравится. Мне повезло гораздо больше. Супер. Алекс, только посмотри на мою порцию. Твоя меркнет на ее фоне. Ничего себе. Я глазам своим не верю. Никогда не видел так много чупа-чупсов. Давайте начнем с малого. Что ж, я не против. Нужно только снять обертку. Пока у тебя получается не очень. Я не собираюсь сдаваться. Да хватит смеяться. О нет, я сломала свой чупа-чупс. Не думала, что такое вообще возможно. Главное, что карамель цела. Большего мне не нужно. Какая же она вкусная. Супер. Надо же, как ты быстро закончила. Теперь ты, Алекс. Класс. Мне давно пора подкрепиться. Смотрите, как легко я могу снять обертку. Ого. Да уж, мне есть чему у тебя поучиться. Хватит мелочиться. Пора играть по-крупному. Я хочу съесть сразу все. Что ты задумал, Алекс? Не бойтесь. Я всего лишь хочу измельчить свою карамель. Смотрите, получается. Осталось совсем немного. Класс. Какой же я сильный. Хватит, Алекс. Нам страшно. Да все, все. Я уже закончил. Теперь нужно пересыпать карамель в чашу. Ничего себе, как ее много. Ты круто придумал. Так, мне понадобится один целый леденец. Я оставил его не просто так. Теперь можно окунуть его в измельченную карамель и есть. Очень удобно. Жаль, что он так быстро закончился. Придется просто засыпать крошку себе прямо в рот. Что ж, тоже неплохо. Как вкусно. Не хочется останавливаться. Ты половину просыпал мимо рта. Мила, теперь ты. Мне понадобится пылесос. Выключи его скорее. Упс, извините. Я случайно направила его в вашу сторону. Он нужен мне, чтобы снять обертки. Крутая идея. Мне тоже нравится. Теперь я могу есть леденцы без всяких препятствий. Как это все помещается у тебя во рту. Невероятно. Боюсь, это плохо кончится. Ой, похоже, ты был прав, Алекс. Чупа-чупсы застряли. Я не могу ничего сделать. Ну ладно, так и быть. Мы тебе поможем. Держись крепче. Аккуратнее, мне больно. Ого, это еще что такое? Это же челюсть Милы. Какой кошмар. Да, все нормально. Я вставлю ее обратно. Это еще что такое? Я даже разглядеть не могу. Похоже на зернышко кукурузы. Наверное, ты права. У меня таких несколько. У них совсем нет запаха. Неужели вы до сих пор ничего не поняли? Из этих зернышек готовят попкорн. Но я не умею. Нужно что-то придумать. Да, есть идея. А что, если просто раскусить? Не выходит. Слишком жестко. Придется придумать еще кое-что. Мне поможет утюжок для волос. Думаю, его мощности хватит, чтобы приготовить одно зернышко. Ну как, получается? По-моему, слишком долго. Алекс, давай пока поиграем. Ну или поспим. Джули права, это слишком долго. Ого, все-таки получилось. Класс. Ребята, посмотрите, какая прелесть. Браво. Мы в тебя верили, Мила. Надеюсь, я не зря ждала. О, да, это очень вкусно. Теперь ты, Алекс. Мне нужно что-то посерьезнее утюжка для волос, чтобы приготовить свою порцию. Думаю, утюг подойдет. Не уверена, что это сработает. Твой способ тоже заставлял нас сомневаться. Вау, у меня получилось. Быстро. Да, ты нас приятно удивил. О, нет, я обжег руку. Как же горячо. О, иногда ты бываешь таким растяпой. Надеюсь, попкорн поможет мне отвлечься от неприятностей. Класс. Очень вкусно. Как же мне приготовить такую большую порцию? Есть идея. Ого, это еще что такое? Машина для попкорна. Неужели вы никогда ее не видели? Сейчас я расскажу, как ей пользоваться. Для начала просто засыпаем зернышки внутрь. Вот так. Пока этого достаточно. Смотрите, работает. Мой попкорн уже готов. Это невероятно. Настоящее чудо техники. Думаю, можно добавить побольше зерен. Получилась слишком маленькая порция. О, да. Совсем другое дело. Супер. У нас весь стол усыпан попкорном. Тут осталось еще немного зернышек. Я использую их. Кажется, твоя машина вышла из-под контроля. Это даже к лучшему. Это что, настоящий рак? Выглядит пугающе. Мне даже прикасаться к нему страшно. Бррр, ужас. У тебя хотя бы всего один рак. Посмотри на мою тарелку. Хотя, думаю, нам не стоит бояться. Эти раки совсем не опасны. Я бы не был так в этом уверен. Представить не могу, как мне осилить эту огромную порцию. Пусть лучшая Мила начинает. Ну, спасибо, Алекс. Ты настоящий друг. Умеешь поддержать в трудный момент. А вроде бы и не так противно, как я думала. Правда? О, да. Мне даже нравится этот вкус. Я готова съесть рако целиком. Какая вкуснятина. Не ожидала, что мне такое понравится. Честно говоря, я тоже немного удивлен. Да, было вкусно. Мила, тебе бы не мешало почистить зубы после такой еды. Что? Упс, как неудобно вышло. Не расстраивайся, всякое бывает. Надеюсь, я тоже смогу справиться со своей порцией, как и ты. Ладно, начнем с малого. Попробую откусить хотя бы кусочек. Странно, мне показалось, что этот рак шевелится. Лучше возьму другого. Хорошо, что мне есть из чего выбрать. Но для начала избавлюсь от всего лишнего. Джули, я тебя не узнаю. Ты что творишь? Ничего такого, пустяки. Мне просто нужно было почистить раков. Это не оправдание. Посмотри, что ты с нами сделала. Извините, ребята, я не хотела. Ладно, пробуй уже. Мила была права. Это действительно очень вкусно. Жаль, что мне досталась не самая большая порция. Я бы с радостью съела еще. Вот это да, у меня опять разыгрался аппетит. Класс. К сожалению, Мила, у нас с тобой ничего не осталось. Теперь очередь Алекса. Ну что, вы подали мне отличный пример. Теперь я тоже готов это попробовать. Супер. И правда, пальчики оближешь. Можно мы возьмем у тебя немного? Ну уж нет, вы свое уже все съели. Ну дай нам хотя бы по одному кусочку. Хватит. Я же сказал нет. Не мешайте мне наслаждаться. Ммм, вкуснятина. Мы очень сильно проголодались. Угости нас, умоляем. Ладно, думаю, этого вполне хватит. Очень смешно. Жадина. Мы тебе это еще припомним. Да ладно вам, не злитесь. Я же просто пошутил. О нет, тут живой рак. Мамочки, мне страшно. Как ты тут очутился? Эй, все нормально? О нет, помогите, он укусил меня за палец. Сделайте что-нибудь. Не надо кидать его в меня. Так больно. Так тебе и надо, Алекс. Думаю, будет весело. Давайте скорее открывать крышки. Вита, начинай. О нет, какое ужасное начало. Я бы сказал, колючее. Неужели мне придется есть этот кактус? Он же такой и страшный. Я точно уколюсь. Ладно, остается только надеяться на лучшее. Ай, как больно. Может, хватит? Конечно, нет. Ешь быстрее. Кажется, у меня появилась идея. Зачем я буду делать себе больно, когда я могу просто отрезать все иголки? У меня даже подходящие щипцы есть. Теперь мне не придется мучиться от каждого укола. Надеюсь, что кактус хотя бы вкусный. Ну как? Ты так быстро его съела, будто бы он сладенький. Нет, ничего подобного. Он отвратительный. Да уж, чувствуется. Теперь моя очередь открывать. А ну стоять. Дамы вперед. Тем более мне выпало такое вкусное мороженое. Нужно его побыстрее съесть. Витя, куда ты утащила мое мороженое? Верни, обратно. Ну уж нет. Видишь, у него круглые шарики, а это значит, что они мои. Я знаю, как это исправить. После теплой обработки шарики превратятся в жижу. А из-за треугольной формы рожка эта жижа будет моей. Готово. Как же вкусно. Да уж, я бы очень пожалела, если бы отдала мороженое Вите. Слишком уж оно классное. Ну что, Алекс, теперь ты можешь открывать свою крышку. Ничего себе. Какая красота. Такой аппетитный сэндвич. Так и хочется поскорее его слопать. Приятно осознавать, что мне не придется ни с кем делиться. Вся эта вкусняшка моя. Твоя, говоришь? А у меня появился план, как тоже полакомиться бутербродом. Алекс, тебя Вита зовет. Теперь нож поможет мне превратить квадратный сэндвич в два треугольных. Прости меня, Алекс, но я должна была это сделать. Пойми, я тоже очень проголодалась. Ах да. Посмотрим, как тебе понравится бутерброд с таким же треугольным перцем. Думаю, будет как минимум весело. Пуснотища. Жаль, Алекс, что не ты ешь эти сэндвичи. Ах нет, совсем не жаль. Ха-ха. Ой-ой. А вот тут явно что-то не так. Откуда в бутерброде перец? Помогите. У меня есть кое-что, что поможет тебя потушить внутренний пожар. На вот, выпей. Скорее дайте мне жидкость. О нет. Что я только что выпила? Ничего себе. Вот это шоу. Посмотрим, что ждет нас в этом раунде. У Виты чипси. А что же у меня? Ух ты. Надеюсь, мне тоже повезло. О нет. Я вам не пес, чтобы собачий корм есть. Я так не хочу это делать. Ну, пока не придется, потому что первой буду есть я. Хочется поскорее слопать этот арбуз. Какой он сочный. Самое то для жаркого летнего дня. Я знаю, как можно тоже добыть себе немного арбуза. С помощью специальной ложки. Кейси, держи. С ее помощью есть будет удобнее. Спасибо большое. Это и правда удобно. Абсолютно. Вот только теперь арбуз мой, потому что ты нарезала его на круглые кусочки. В следующий раз будешь внимательнее. Думаю, эта история с арбузом многому тебя научит. Да я тебе сейчас... Получай! Мимо. Можешь кидаться сколько хочешь. А я пока буду доедать арбуз. Из-за тебя мне осталось совсем немного арбузика. Но хотя бы остатки я съем без чьей-либо помощи. Вкуснятина. Готово. Вита, твой черед. Думаю, чипсики будут вкусными. Тем более Принглс. Я их обожаю. Я тоже. И не могу избавить себя от радости. Лишите Виту чипсов. Хорошо, что для этого нужно всего лишь взболтать пачку. Странно. А почему там пусто? Где все чипсы? Какой кошмар. Кто посмел как надругаться над ними? Чипсы в любом виде вкусные. А вот мне придется есть собачий корм. Он противный. Даже запах ужасный. Кажется, меня от него стошнит. Может, я не буду его есть? И еще как будешь. Вы только гляньте на то, какой он мерзкий. Хотя бы попробовать необходимо. Фу, блин. Какой ужас. Мерзость. Собачий корм нужно есть из специальной посуды. Скажи спасибо, что я захватила для тебя такую. Да уж, спасибо. В этой миске корм выглядит еще хуже. А есть его ложкой я просто не смогу. А я тебе помогу. Главное, не шевелись. Все равно попаду. Получай. Ну как, нравится? Ничего хуже я в жизни не пробовал. Думаете, это смешно? Сейчас я покажу, что такое смешно на самом деле. Как ты посмел. От нас теперь будет нести, как от собак. Вот это весело. Девочки, как вы думаете, в этот раз кому повезет? Сейчас узнаем. Точно не мне. А вот мне повезло. Обожаю роллы. Мне тоже. Мне выпал шоколад. К тому же очень вкусный. Его очень сложно найти в магазинах, поэтому он становится еще ценнее. Я знаю, что у всех присутствующих уже текут слюнки. Но я не собираюсь делиться. Вкуснятина. Так и хочется поскорее слопать все эти треугольные дольки. Как круто, что я могу это сделать. Но перед этим нужно показать шоколадке пару приемчиков каратэ. Вот так-то. Теперь все знают, что Кейси может издачи дать. А теперь я покажу трюк. Ловля шоколадки ртом. Но это еще не все. Поймать одну дольку может каждый. А вот поймать целую кучу долек гораздо сложнее. И у меня не получилось поймать ни одной. Ой, какой позор. Да ладно тебе. Главное, что мне теперь можно приступать к роллам. Возьми, пожалуйста, палочки. О нет, я никогда не умел есть с их помощью. Если я сейчас буду учиться, то я точно ни одной штучки не съем. Но кто же мне мешает использовать палочки по-другому? Например, насадить на них роллы и есть прямо так. Это круто, удобно и руки чистые. А как же поделиться с подругой? Нет уж. Тем более, зачем тебе роллы? Тебя ждут очень сочные лимончики. Представляю, насколько они кислые. Фу, пошел вон. Я не знала, что лимоны возвращаются как гумеранги. Пошел вон, я сказала. Кажется, они теперь твоя судьба. Дурацкие правила челленджа. Хорошо. Я только что придумала, как сделать лимоны менее мерзкими. Нужно счистить корочку. Упс, Алекс, прости. Хотя твоя новая прическа очень подходит к твоей желтой футболке. Ладно, хватит баловаться, пора есть. Ой, кажется, из-за лимона я немного осузилась. Мне необходим освежающий душ. Вот теперь стало гораздо лучше. Вот это да, видела бы ты свое лицо. Только не лук. Я не хочу вонять. Вау, какой огромный кусок пиццы. Потрясающе. А у меня самая вкусная шипучка. Обожаю ее. Надеюсь, вы не будете против, если сначала я разберусь с этим гадким луком. Уж очень не хочется мне оставлять его на потом. Ну как, вкусно? Хватит издеваться. Мне и правда тяжело. Знали бы вы, насколько этот лук мерзкий? Если бы вы сделали один укус, он вас бы мигом вырвало. Кажется, и у меня что-то наружу просится. Не воню. Извините меня. Так-так. Я засекла круглые колбаски на пицце Кейси. Это значит, они мои. Приятно узнать, когда тебя ждут такие вкусняшки. А если вырезать небольшой кусочек, то можно сделать его квадратным. Это значит, что я смогу подкрепиться. Главное не запачкать руки, а то мне потом еще и шипучку есть нужно. Да как вы смеете? Как вам не стыдно? Это же моя пицца. Кусок квадратный, а значит он мой. Ну вот, мне почти ничего не осталось. Ладно, хорошо, что меня не полностью обнесли. Хоть чем-то полакомиться смогу. А меня ждет еще целая пачка шипучки. Интересно ее слопать. Выглядит она многообещающе. Ого, и правда круто. Но вы можете на нее даже не рассчитывать. Я сам ее съем. Красота. Как же вкусно. Хочу еще. Жадному Алексу шипучка может только на голову попасть. Вот так-то лучше. Будешь знать, как вести себя с подружкой.